Ювелирная компания «Сейн Даймонд» представляет Кавовый партнер с Италией – Сэдди Козля Доброе время суток, Одесса! Вы в эфире нашего телевизионного проекта «Люди-бренды» И, как всегда, по субботам мы начинаем новую премьерную серию Сегодня у нас в гостях, как всегда, очень интересный и неординарный человек Человек-бренд, музыкант, композитор, самый известный джаз-мен на территории всего, наверное, постсоветского пространства Юрий Кузнецов Юра, здравствуйте! Здравствуйте! Юр, я так понимаю, что джаз – это, прежде всего, импровизация Я надеюсь, что сегодня наша программа тоже будет полной импровизацией Будем говорить обо всем без рамок, без границ и абсолютно откровенно Согласны? Согласен, тем более, что джаз – это и есть откровение Поэтому я привык быть откровенным и стараюсь так жить Поэтому для меня это будет радостно ощущать себя в своей тарелке На телепрограмму «Люди-бренды» мы приглашаем исключительно людей, достигших уже высоких результатов в своей профессиональной деятельности Мы знаем, что вы и там, и там, и там – number one А вот как вы считаете, вот ваше основное достижение в карьерной лестнице, в успехе, какое оно? Вот что вы считаете самым главным достижением в своей жизни на сегодня? Вообще, если глобально так думать о том, что делать Когда делаешь, в общем-то, как бы не задумываешься о каких-то результатах Ты все время в пути, и когда ты идешь, то ты не задумываешься, что там у тебя в конце И что придется, какими словами придется объяснить, что ты сделал Каждый вопрос, я понимаю, сегодня будет неожиданный для меня Хотя, казалось бы, я обо всем этом так или иначе думал в своей жизни Что самое главное, не люблю слово «карьера», но в моем пути, скажем так В моем деле Я думаю так, что я отвлек несколько человек от плохих поступков, например Ну, объясню У меня очень много учеников, которые пошли моим путем Большинство из них были, ну, скажем, ну, как это сказать помягче, раздолбали Такие ребята непростые Некоторые дети улицы С не очень благополучных семей И когда я их вовлекал, или жизнь так получила, что они пришли ко мне Или родители привели, или как-то прибилась судьба То, увлекшись импровизацией, увлекшись творчеством, открывая себя Они забывали об улице, забывали о сложных вещах, которые могли бы быть в их судьбе Я просто прикидывал некоторое время назад Судьбы некоторых моих, очень уже известных в Европе Они живут уже в Европе, выступают уже звезды европейского, может быть, даже мирового уровня Не побоюсь этого слова сказать И вспоминаю их шаги Начальные Начальные Там была просто катастрофа То есть вы считаете, что... То есть тюрьма там плакала Армия там плакала И где были бы эти ручки музыкальные после армии И что было бы с их, так сказать, самомнением Если бы они попытались То есть очень тяжелые вещи, от которых пришлось отвлекать Это, наверное, каждая спасенная душа, это большой плюс То есть вы считаете главным достижением некую воспитательную функцию в музыке? Наверное, наверное Потому что велик я или нет с точки зрения импровизации, композиции Чисто вот узко профессионально-музыкального Пусть это там теоретики в будущем общаются и сами определяют А вот это, наверное, основное Идя по жизни с музыкой, я, конечно же, думал только вот о ней И чем больше я занимаюсь ей, я больше понимаю, что она, входя в душу человека Она кардинально может поменять человека То есть, грубо говоря, когда мы боремся со спидом, там, с наркотиками С прочими какими-то зависимостями Мы используем медикаментозное, психо-какое-то лечение Какие-то определенные запреты, репрессии даже А музыка, она совершенно, естественно, незаметно входит в подсознание В под душу человека Ну, обычно считается, что лечит, воспитывает, вдохновляет Классическая музыка, а джаз только портит людей Нет, ну это уже, слава богу, это уже Советская нога Ну, это не только советский Хотя, в принципе, тоталитарная система, она никогда не приветствовала джаз В разных странах Потому что джаз, он, как мы говорили, он не поддается стрижке общей Не поддается определенным рамкам И, естественно, он преподносит сюрпризы У нас есть некая официальная часть сегодняшней программы Досье о Юрии Кузнецове Хотите посмотреть? Ну, я слышал, что что-то готовится, но... Давайте с этого и начнем Я предлагаю посмотреть наш первый сюжет Спасибо Юрий Кузнецов у проекта «Люди-брэнди» Кузнецов Юрий Анатолійович Джазовый пианист, композитор, педагог, музичный продюсер Людина, яка створила свій власний бренд у джазовій музиці Народився 11 липня 1953 року в Одесі Закінчив школу імені професора Столярського та Одеську консерваторію за класом фортепіано У 1973 році почав активно концертну діяльність З 1979 року викладав в Одеській консерваторії клас імпровізації У 1980-му став одним із засновників естрадно-джазового відділення Одеського музичного училища імені Данькевича У цьому ж році став засновником першого професійного джазового тріо Одеської філармонії У 1997 році Юрій Кузнецов організував і очолив клуб високої музики З 2000 року є арт-директором і активним учасником міжнародного джазового фестивалю «Джаз-карнавал» в Одесі Крім авторства безлічі джазових композицій, музикант відомий своїми масштабними роботами для театру та кіно У 2005-2006 роках Юрій Кузнецов був начальником управління культури і туризму Одеської облдержадміністрації Володар спеціального призу Пола Маккартні на міжнародному конкурсі «Єстеде» в Естонії У 2001 році став володарем звання «Одесит року» та диплома «Музикант року» ретингу популярності народне визнання Переможець це українського фестивалю «Культурний герой» у номінації «Джазова та імпровізаційна музика» Лауреат російської премії «Джаз-Богема-2002» заслужений діяч мистецтв України Юра Кузнецов – це наше все, да? А так можно, кстати, Юра Кузнецова – це наше все, с полной уверенностю можно перефразировать уже хрестоматийное выражение, отнесённое к известному норвежскому джазмену Яну Гарбараку, по-моему, да? Яну Гарбарак, да. И так же, как и он, такая серьёзная нотка в палитре скандинавского джаза, так и вы в палитре современного украинского джаза. Без ложной скромности нужно признавать. Можно, да. Вот, кстати, я скажу, как-то меня долго спрашивали, почему вот столько вот ты делаешь, и никаких званий там, никаких… Я говорю, ну, джаз вообще вне жизни, вне внимания властей, вне внимания… И, в общем, узкий круг зрителей. Так было, там, 20 лет тому назад, 30. Очень небольшой круг людей. До сих пор без званий, Юра? Нет, нет. И так я к чему говорю, что сейчас я вдруг понял, сколько званий потом посыпалось на меня и заслуженные деятели искусства, и вот эти люди на року. Я некоторые вещи вообще забыл. Я забыл, что московский… Московская вот эта премия, джазовый Оскар России. Действительно, я просто забыл это в 2000, по-моему, в втором году. А я знаю, у вас ещё уникально есть специальный приз от Пола Маккартни за лучшее исполнение Yesterday. Да. Это вообще было, конечно… Я недавно переписывал старые кассеты, и я давал интервью на Европу, и как раз они об этом говорили, что действительно необычно, необычно получить приз от него. Тем более, это мелодия, которая мне нравится. Ну, я не скажу, что она самая моя любимая из бетловского творчества, но конкурс так назывался, и поэтому там участвовала вся Европа. «Белая ночь», это «Север», «Белая ночь», и фестиваль шёл просто круглые сутки. У нас есть запись этого исполнения Yesterday? Да. Мы обязательно вставим это в эфир. И этого. Юра, скажите, пожалуйста, откуда берут корни Юрия Кузнецова? Я слышала, вы родились в Одессе. Где именно? В каком районе? Ну, я родился. Я считаю себя трижды одесситом, потому что я родился в роддоме медицинского института. Первая квартира родителей была в театральном переулке, напротив где-то служебного входа в оперный театр. А с двух лет я жил на Дерибасской, 12, напротив... То есть в самом центре. То есть как бы я самый центровой одессит. Вот. Жил на Дерибасовской уголе Ришельевской, как говорится, где люди встречаются. Давайте поговорим о ваших корнях. О маме, папе, о дедушках, бабушках. Кто вам дал вот эту силу, вот это творчество? Откуда это пошло? Я хочу сказать, между дедушками был конфликт. Я никак в детстве не мог понять. Это, кстати, я говорю первый раз вообще на публику. То есть получилось так, что мамин отец Иван Иванович, он был более как бы белый. Более белый. А папин отец Петр Лаврентьевич был красный. Более того, он был комиссар. Там чуть ли не в 19 лет он целым полком. Там что-то встречался с Владимиром Ивановичем Лениным. Он мне рассказывал об этом. Бежал из плена, так сказать. Посидел за одну ночь. Седым стал, когда его приговорили к расстрелу. И бежал. В общем, вещи такие. И они как-то вот все время от коса смотрели друг на друга. Дедушка. Они жили в Кировограде. Иногда они встречались. Да, дедушки, значит, да, да, моих родителей, родители. И, конечно, это был, я все время смотрю, даже на фотографиях, очень мало фотографий. Они так в разные стороны смотрят. Несмотря на то, что уже как бы к 50-м, 60-м годам можно было уже смириться. Все равно те взгляды остались вот в душе. И, в общем, они так и не примирились. Я знаю, в 37-м году дед был пристрел. Да, мой дедушка, верный служака революции, верный партиец, коммунист, секретарь обкома, Кировоградского обкома партии. Был предан своим другом, другим секретарем. Вот. И загудел, загудел на 20 лет. С 37-го по, по-моему, в 55-м. Никита Сергеевич Хрущев лично... Ты реабилитировал. Да, реабилитировал лично, вот, когда уже я родился. И, конечно, такая благодарность от партийных друзей. Но он никогда не обвинял того человека, который заложил. Он знал, он сам признался ему, что... И он говорит, как же ты мог? Он говорит, ты понимаешь, когда там внизу тебе показывают твою семью под стеклянным колпаком, и говорят, или ты вот... Сдашь или не сдашь? Сдашь этого человека, либо вот, видишь, там семья ходит у тебя по кругу. Ну, мой дед не держал зла. Он понимал, что таковы методы работы, так сказать, воспитательные коммунистов и так дальше. То есть такая вот несправедливость. Да, ну, да. И он прожил недолго, дед. Но, я скажу, он был без образования, но я до сих пор до слез у меня напечатанное. О Шопене, о Моцарте. Недавно я открыл, Юрочка, утром нужно говорить, доброе утро. Никогда не перебивай старших. Снимай шляпу или головной убор, если видишь кого-то, значит, встречаешь. Это свое дедушка. Да, дедушка. То есть, казалось бы, какие-то не большевистские какие-то замашки. В общем, снимай шляпу или головной убор перед теми, кого ты любишь, уважаешь. И многое-многое. Вот я любил слушать его рассказы о революции и все. Я потом понял, что далеко не все однозначно, но это был преданный коммунист. И он не за шиши какие-то, не за барыши, не за звание. Отгудел 20 лет, у него даже не отняли партбилет. А отец мой из-за этого пострадал серьезно, потому что он был сын врага народа. И, естественно, когда он отлично закончил школу, стоял вопрос. И у меня есть газетные статьи, давать ли золотую медаль сыну врага народа. Конечно, ему не дали, а дали благонадежные девочки. И вот всю жизнь мой отец, в общем-то, был сын врага народа. И я думаю, что до конца дней у него осталось это внутри ощущение обиды. И он долго не вступал в партию. Был одним из руководителей холодильного института АТХП. И одним из создателей вот этой глубокого кафедры, глубокого холода. Он был ученый, занимался. Он был ученый, и у него сотни авторских свидетельств. Он разрабатывал технику для космических кораблей, которые используются и поныне. Для медицины, для хирургии, для сталиплавильных заводов, которые используются до сих пор. Ему всегда говорили, Толя, если бы ты жил в Америке, ты был бы даже не миллионером. А так, да, он один работал, мама, о ней особое слово. Мама была колоратурная сопрано, у нее была. И она блестяще уже выступала в украинском театре, в оперном театре. Она дружила и с Белой Руденко, и с Галиной Олениченко, которые потом стали народными артистами Советского Союза. И она должна была идти по этой карьере. Со мной она еще ходила на репетиции малым. А потом, когда родилась сестра, она не захотела отдавать в детский сад и пожертвовала собой. Вот, и вы знаете... Ты знаешь, да. Ты знаешь, она меня очень долго кормила грудью. Как потом, ну, я узнал. И потом у нее стали портиться зубы, и я слышал малым, что вот ты кормила, и нарушился какой-то баланс. И я однажды, когда понял это, я сказал, я выпил маму всю. И она рано ушла. 60, 60 чуть-чуть, кажется, до 61 не дожила. Вот, а папа 67 ушел. Так что вот это мои корни. Так что все неоднозначно. Вы знаете, Юра, я вот говорю сейчас с вами, буквально в прошлый раз мы писали такое же интервью с Георгием Деревым. Наверное, вы говорили об этом. У вас очень похожи судьбы. У него тоже деда репрессировали, тоже в 37-м году. И видите, это такая история наша общая, такая советская, которая сейчас выражается в судьбах. И вы, может быть, где-то пошли в джаз, как в музыкальный протест. Протест. И он, может быть, пошел в клоунаду, как в театральный протест. Я думаю, и это внутренний протест, и то, что запрещали. Запрещали. Вот я такой человек. Я, может быть, не стал бы джазменом, если бы так злобно меня не отгоняли от меня джаз. Я и так поздно о нем узнал. Мне уже было далеко, лет 16-17, когда я узнал, что вообще есть джаз. От меня это все прошло мимо. Вокруг была «Катюша», «Подмосковные вечера», «Шопен», «Багамы», упражнения «Я встретил вас», «Очень черные». Вот в то время «Ландыши». И вдруг джаз я узнал поздно, уже где-то к 70-му году, где-то было лет 16-17. Но так, особенно дед, я помню ситуацию, когда у нас была дача в Крыжановке, и вот дед коммунист. А я не знаю откуда, мне было лет 5 или 6, и там недостроенное здание, дом строился, дача. И я проходил, а там собирались деревенские девчонки, и я такой иду. И я, а я иду, шагаю по Америке, чего вдруг? И дед услышал, и я еще голосом Марфстронга что-то там пытался хрипеть, 5-6 лет мне было. Где-то я это услышал, я иду, шагаю, смотрю на эти окна недостроенного дома, и представляю себе небоскребы, и боскребы, и я иду, шагаю по Америке. И дед такого прочуха надал папе, ты как воспитываешь сына? Ты посмотри, он перед, откуда у него это? Внук врага народа. Да, так что интересно было, и джаз потом был вне закона у нас в семье, и я за это очень сильно получал, и от педагогов в школе, и уже если кто-то поломал пианино, или раздел пианино, полностью разобрал, это Кузнецов, и даже если меня там рядом не было, Кузнецов, вот, наверное, с тех пор и считает, что я ломал инструменты, я на самом деле их не ломал. Если плохой инструмент, ну, лопалась струна, если плохой молоток, лопалась. Я слышала, что писали, что это джаз поломал инструмент, что только для классической музыки, то портепиано, а джаз на нем играть нельзя. У нас было, у нас было. Вообще в советской стране было такое, когда приезжал великий Оскар Питерсон в Москве, ему не дали рояль хороший, а он говорит, как я на этом буду играть. Вот, да, вот, смотрите, у вас же, вон, прекрасный рояль. Он говорит, нет, мы, тот рояль для настоящих музыкантов. Ну, он повернулся, по-моему, и уехал. Вот, был страшный скандал, потому что только у нас в стране есть инструменты для Шопена, есть для джаза. Причем я всегда доказывал, что многое из современной классической музыки, Прокофьев, Шостакович, Шнитке и так далее, и так далее, играется гораздо более жестко, чем джаз. И если слушать джазовую музыку, как играет Питерсон, играет Эрол Гарнер, как играет Кит Джаррет или Херби Хэнкок, то это блестящий пианизм, блестящая туша, которая может быть недалеко от Шопеновска, Листовска. Ну, так джаз воспринимался на самой заре, как что-то новое всегда воспринимается в штыки, тем более при креплении фольклорных нот, импровизации. Ну, конечно. Но сегодня джаз уже классикой становится. Ну, конечно. Ну, говорил глупость, сказал Горький, или не говорил он эту глупость, что джаз – музыка толстых. На самом деле я всегда кричал, кричал просто. Я говорю, каких толстых? Джаз родился в глубокой такой черной среде, где-то Мармстон на каком-то мусорнике нашел эту трубу выброшенную. И, в принципе, он зарождался именно и в ритуалах, и в религии черных. Это спиричуэлсы. Это вот эти вот рабочие песни, которые, в общем-то, были… в которых пелось о мечте о социальной справедливости. То есть это коммунистические были, так сказать, все идеи. Идеалы. Идеалы. Но музыка американская, а еще было усугублено, видимо, холодной войной и отношением между нашими странами. И, конечно, через джаз они очень боялись свободы. Когда приехал Дюк Элингтон, к нему подошли наши советские организаторы концерта и сказали, заполните, пожалуйста, рапортичку. Он говорит, а что это такое? Ну, говорит, вы должны написать список произведений, которые вы будете исполнять. Кто автор? И так далее, и так далее. Он говорит, абсурд. Как я могу вам написать, если я не видел зала? Я не видел публики? Все создается сейчас, здесь. И вот это, конечно, режим не мог чертеть, конечно. И в консерватории доставалось от педагогов. Но я потом узнал, что мой педагог в консерватории натихаря собирает джазовую коллекцию. И сам натихаря закрывается и слушает джазовую музыку. Я был просто потрясен. Потом я узнал, что и Косыгин, и Андропов имели одни из лучших фанатек джазов. Так что вот так было. Тихаря все слушали и джаз, и митлз. Да, и тихаря слушали «Голос Америки». Что там в мире происходит? Ну, все мы имели радио, волну. У нас есть сюжет, Юра, о вашем творчестве, о тех всех перипетиях, взлетах и падениях, которые вы имели. Хотите посмотреть? Особенно о падениях, пожалуйста. Их было немало. Давайте посмотрим сюжет номер два. Мы вместе учились, он был старше на год. И поэтому мы всегда переживали, что происходит в пятом А или в шестом А. Мы были в четвертом, в третьем. Он очень любил шалить, играться. Был достаточно громкий, достаточно, ну, как все мальчишки. Я не могу сказать, что он был какой-то особенный. Самое главное для него вот эта любовь к музыке, любовь к джазу, любовь к импровизации, она была уже заметна буквально, наверное, с третьего-четвертого класса. Здесь собрались, как я вижу, все твои друзья, те, которые любят тебя, твое творчество. Я от души поздравляю тебя с юбилеем. Я не могу сказать, что вот он рос, рос, рос. Он всегда был гениален. То есть не было такого, что ему было всегда все интересно. Как этому можно научиться? Как можно научиться джазу, философии, мыслей? Я считаю, что это гена его Господь поцеловал. Научиться этому нельзя. Мы очень часто приглашали Юрия Кузнецова на наши проекты. И очень хорошо помню, что кроме выступления Юры, приехал к нам бакустик джаз. Вместе с Салманом, это руководитель. И мы задумали такой джем-сессион между Юрой и Салманом. И вот я должна сказать, я впервые увидела Юру, который немножко нервничал. Я говорю, Юра, что с тобой? Он говорит, я переживаю, я сейчас буду играть с самим Салманом. Конечно, они играли прекрасно. И все получили море удовольствия. Мы же творческие люди. В хороших моментах проявляется в творчестве, когда мы друг друга чувствуем, энергетически чувствуем, взгляды чувствуем. Он еще талантлив как актер, у него какие-то интонационные, он не разговорник, не актер речевого жанра, но вдруг он, когда начинает играть, у него какие-то вдруг интонации от одного спектакля к другому, они не похожи. От настроения сегодняшнего, интонационно он играет сегодняшний спектакль. Фонтан эмоций, мощная струя. Я гений. И Битхоген тоже гений. Нас двое гений. Ну а я? Мы играем в спектакль «Моцарт и Сальери». Это необыкновенно. Я считаю, что это одно из самых больших наших совместных достижений. Плюс еще к нескольким спектаклям он написал музыку, которую я пою, а благодаря ему я начал петь статьей. Звучит живая музыка, живая импровизация музыкальная, которую несет за собой Юра. Он играет Бетховена. А Бетховена играет, потому что он говорит, мне тяжело слова запомнить, музыку легко, он может сыграть любую музыку. Ну просто поставь рояль, он сядет и все. Прости меня, но я должна была, я должна была тебе напомнить, что я есть. В той или иной степени участвуем в кинофестивале, который возник. И вот уже прошел третий международный Одесский кинофестиваль, когда Юра аккомпанирует немым фильмом, который играет в тех или иных открытых, закрытых площадках. Партнер проекту ювелирная компания «Сейнт Даймонд». Даруй коханым дейсни почуття свята. Грецька площадь 3-4. Галерея Афина. Ювелирный бутик «Сейнт Даймонд». Вот такое вае палитротворчество. Вы и сценический герой или кино? Что вам больше нравится в своей персональной сфере? Мне все нравится. Мне все нравится, что мне предлагают из рук хороших людей. Из рук Бори Барского, Володи Комарова, Жоры Делеева, Игоря Шеврука, Сергея Терентьева, Татьяны Боевой, Толи Шевченко. Которых уже нет. Если я получал это из рук таких людей, это я назвал тех людей, которые живут здесь. А в масштабах мира это и Валентина Пономарева, и Сергей Манукян, и Владимир Чекасин, и Владимир Тарасов, и Георгий Горанян, Алексей Кузнецов. Великие-великие музыканты мира, с которыми я имел честь и радость, Алексей Козлов. Дружить, играть вместе, записываться, писать музыку к фильмам, или выступать, или импровизировать. Недавно выступал с Игорем Брилем, Анатолием Кролом. Это все, это бренды, это бренды не только России я назвал, это бренды мира, это люди, которые как скалы, которые на своих, атланты, которые на своих плечах держали этот джаз, которые все время пытались, одни пытались задавить. Сколько жизней ушло в борьбе за дело. В борьбе за дело. Сколько жизней отдано ребятами, которые держали джаз, любили джаз. Со мной Саша Кучеровский, басист, который рано погиб. Семен Зак, который рано погиб. И я из Трио один, что самое странное, что я должен был уйти по законам жизни раньше их. А жизнь так получилась, что они молодые, красивые, спортивные, уходят раньше меня. И оставляют меня в одиночестве, когда практически очень трудно в Одессе найти. Тем более, мои музыканты говорили, что это первое профессиональное джазовое трио в Одесской филармонии с 80-го года. До этого не было профессионального джаза. Джазмены сидели в ресторанах, в подвалах, где-то там в каких-то забегаловках. А именно профессиональное трио, которое ездит от имени филармонии по филармоническим. Весь Советский Союз мы объездили, весь Советский Союз, все столицы союзных республик. И в самом рассвете меня бросает и Саша Кучеровский, и все. Но сколько они отдали своей жизни для того, чтобы я держал. И я держу их память. Собственно, то, что я сейчас делаю, я делаю и от их имени. Потому что они моя ручная работа. Потому что ни Саша, ни Сеня не умели играть джаз. И на первом курсе я Сашу, сказали, вон там талантливый парень на хормейстерском. А когда оказалось, он играл на танцах. Пум, 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 пум. И мне пришлось учить их, как я понимаю джаз. И это моя ручная работа. Поэтому уход из жизни их для меня, в общем-то, был очень непростым. Юр, ну как дилетантом можете нам всех просветить? Ира, сказала вы, гений от рождения. Вот что такое играть в джаз? Что нужно, кем нужно быть, каким нужно быть, чтобы играть в джаз? Как нужно его чувствовать? Как вы это чувствуете? Нужно быть с детства достаточно в ежовых рукавицах, наверное. Чтобы тебя закомплексовало. А ты вырвался. И потом, да, когда тебя комплексовали родители, очень строгое воспитание. Я для меня, я это тоже говорю впервые, для меня не редкость была стоять на коленях. Иногда насыпался рис, иногда даже соль. Но я был невозможный, конечно. Я был невозможный. Я просто, глядя сейчас на дневники, которые в школе Столярского, которые исчерканы, и учитель пишет, дорогие родители, он сам себе ставит оценки. А это тогда было преступление, это равносильно предать родину и писать оценки в журнал святой. Что я вытворял, конечно, у родителей было... Они не могли это выдержать. Конечно, наказания в малом возрасте были жесткие очень. И всю школу я знал, что я боюсь. Я боюсь. А потом я сказал, я не боюсь. Вот теперь я расправил крылья. И все комплексы, они остались комплексы на самом деле. Но я сказал, что я от них избавился. И много-много шелухи с меня слетело. И тогда включаются гены. Включается, что тебе Бог там нашептал. Как там мой прадед, который был турок по национальности. Дед моего отца турок. И как это смешение. А по маме там даже... По маме русские и даже наши люди. Так что я... Это же тоже момент, когда слияние... То есть вас намешано-намешано? Ну, намешано, да. По крайней мере, то, что я знаю, это треснанных национальностей. У нас есть сюжет от ваших родственников, которые знают вас чуть больше, чем мы все. Давайте посмотрим. Ну, интересно. Юрий Кузнецов у проекте «Люды бренды». Просто знакомлюсь с тобой. А давно ты здесь живешь? Полгода уже. Дядя хоть и родной, но строгий. Вечно на работе. Постоянно торопится куда-то. Был некий культ Юры такой. То есть существовал в квартире. Лично для меня, как ребенка, существовал культ Юры. То есть его классические афиши, его афиши с на то время очень редкими западными афишами. Был такой некий ветер свободы ощущался с этих афиш и от образа Юры. Дед был очень деспотичный такой тип. Но он очень гордился Юрой. И много тоже мне в детстве говорил, что вот, там, учись, внучек, хорошо. Будешь тоже вот как твой дядя. У Юры был образ такого, ну, как сейчас говорят, хипстера на 21-й винтажной «Волге» голубого цвета. В этом что-то было. Этот запах внутри этого автомобиля. Никогда не бритая борода Юрына. Юрыны духи. Он коллекционирует разные запахи. Ну, он меня брал на свои концерты. То есть я помню эти впечатления. Они неизгладимы, потому что концерты проходили еще в Советском Союзе. А на сцене был человек именно, ну, как бы, полностью против системы. Мне запомнилось, он брал куклу, которая мама. Ну, когда переворачиваешь, она мама, такой звук. Ну, это советская кукла. И он ею играл у нас в этом концерте по струнам рояля. Юрына жизнь полна трагедий настоящих, начиная с личных и собственных. Моя бабушка, его мать, соответственно, она болела очень тяжело раком. Это все происходило, там, десятилетия. Отец умер, мой дед, но у него было перед этим пять инсультов, четыре инфаркта. Была очень печальная и очень нехорошая история, связанная с его дочерью. Передалось ей заболевание. Лечили ее во Франции. Но в конечном итоге она все равно умерла. Это очень печальная была история. Юра человек, который знает, что такое жизнь. И не понаслышке. Я думаю, что главное, что позволило и вдохновило его на успех, это любовь. Он, именно слово любовь, можно охарактеризовать Юрын вообще типаж. Да. Юра, вот действительно мы знаем об этом. Как-то очень много горя есть и в семье, и рядышком в друзьях. Как вы думаете, вот вы размышляли на эту тему, для чего это дается? Что это? Или какие-то мысли от этого приходят другие? Что хочется после этого сказать миру, себе? Когда мы теряем близких, мы становимся другие. Я думаю, что все, что происходит, то неизбежно. Вот. Конечно, тяжелее всего терять детей. Если понятно, родители так или иначе. Я помню, мне было лет четыре или пять. Я сказал, мама, я вот вырасту и женюсь на тебе. Да. Она говорит, ты что, сынок, там? Я помню это. Я говорю, потому что я тебя очень люблю, и я не хочу, чтобы ты умирала никогда. А, я не хочу, чтобы ты умерла раньше меня. Она говорит, нет, сынок, я должна умереть раньше тебя. Это положено. Я говорю, нет, я не хочу. Я не хочу, чтобы завтра тебя не было. Я помню, это было четыре или пять лет. Наверное, есть какая-то карма, тяжелая карма, которая идет, восходит к моим дальним родственникам. Там были и внебрачные дети, что осуждалось на стыке веков. Там были самоубийства. и наверное, это все перешло и на меня, и перешло на мою дочь, Олечку. Вот. Она уже выступала с симфоническим оркестром филармонии. Оля, дочь? Моя дочь, да. Вот, казалось бы, уже все, все случилось, и в восьмом классе неожиданно. Там Чернобыль произошел, возможно, какой-то сбой, а может быть, что-то наследственное. Вот. И, короче говоря, как цыганка нагадала, а меня перед этим повезли к какой-то гадалке, которая вообще неграмотная, где-то на слободке, бог знает куда. И она сказала, говорит, выбросила карты и никогда не забуду. Она говорит, я вам даже говорить не буду. Я говорю, как? Ну, хорошо. Шесть крестов выскоряем. Она говорит, сколько я работаю, у меня такого не было. Она говорит, знаете, вы мне очень понравились, я сейчас переброшу. И она перебросила, и было опять пять или шесть крестов. Я говорю, а что это значит? Она говорит, ну, это ящик, где не забили один гвоздь. Еще не забили. Понимаете, как знаете. И потом сразу, вскоре произошло это с Олей, а потом произошло и со мной. Для чего это нужно? Наверное, нужно, потому что, когда мы живем сыто, жирно, пышно, мы теряем связь, мы перестаем быть милосердными, мы забываем, что есть боль на свете. Мы смотрим на инвалидов, как на нелюдей, и это только у нас. Вот я езжу по миру, инвалид это человек, на которого, мягко говоря, не обращать внимания, потому что он такой, как ты, а у нас пялятся, тыкают пальцами, если что-то, что-то не так. И у нас инвалид это изгои. И, потому что мы живем, ну, вот эта вот советская система, она вытравила за 70-80 лет, а ведь, в принципе, совок еще продолжается. Он не может остановиться. Все равно инерция вот этой огромной машины репрессивной, машины страха, ведь до сих пор еще люди боятся. Молодежь уже, может быть, чуть-чуть не боится, но, но все равно это генетически сидит. Родители еще тихо, об этом не надо. Там услышат. Потому что в остальном мире, где я был, этого нет. И поэтому я говорю, что испытание это некая такая лакмусовая бумага, человек ли ты. И если ты страдаешь, значит, ты другому страдающему подашь руку. И я всегда говорю, что даже во время войны, когда такие идут изломы, изломы человеческого существования, крупнейшая война, сколько милосердия во время войны. Конечно, там много низости, много предательств и прочее. Но сколько милосердия, сколько спасают, спасают этих вот детей евреев спасали, вот, часто, которые деток прятали, зная, что за это тебе самому будет. То есть это, значит, это нужно. Потому что не может быть круглые сутки день и не может быть ночь. Поэтому наша жизнь зебра и мы все знаем, что черное, белое, черное, белое, это делает нас людьми. И я заметил, только у меня начинаются какие-то успехи, либо связанные с финансовым, либо с каким-то, либо мне предлагают сумасшедшие проекты, которые могли бы изменить мою жизнь, я бы уже давно забыл бы, где Одесса находится. И мне предлагает судьба и подсовывает на вот, возьми. вот, и я говорю, нет, я лучше в Одессе поживу. А кто-то здесь должен остаться. Кто будет в Одессе жить, если мы все разбежимся? И так 99 из 100 бегут отсюда. Кстати, это очень хорошая тема для размышления, ведь Одессу называют городом мамой. А я говорю, да, и мачеха. И мачеха, да, и хорошая мачеха. Большой роддом, который рожает талантливые люди. Рожает, да, но выхаживают в Москве, в Нью-Йорке, в Тель-Авиве, в Мюнхене, в Вене. Почему Одесса не выхаживает? Как вы думаете, что не хватает здесь? Не выхаживает. Чтобы отставались таланты здесь, и мы были центром джаза, центром классической музыки, центром вообще творчества. Вот мои ученики, вот там, и Андрей Прозоров прекрасно живет в Вене. Ездит по всему миру. Сейчас Лукашева уехала, в Германии уже живет, и скорее всего тоже не будет сюда наезжать в гости. Не знаю, что такое. Там совершенно другой климат, там отношения, там школы, там школы, где есть работа, там огромные площадки, огромные фестивали. Постоянно кипящая, кипучая жизнь, связи, вот это, без границ, мир без границ, когда не надо делать унизительные, ходить по посольствам, просить, а потом еще записывать, что у тебя зарплата 5000 долларов в месяц, знаешь, что ты врешь. То есть постоянное какое-то унижение, вот жить здесь, это все-таки большой, большой героизм. Ну, вот Боря, пожалуйста. Что, Борям было мало или Дилиичу, и вообще им всем. Приглашение, куда хочешь туда. Как минимум в Москву. Ну, как минимум в Москву. И я в Москве. Передо мной стоял Вячеслав Добрынин где-то в 85-м году. Говорит, я стану на колени. С охраной нашел меня в Москве, а я тогда безработный был. Говорит, я хочу, чтобы именно высадную работали. Я бы написал «Не сыпь мне соль на раны». Это я бы делал. Вот. Да. Я сказал, я подумаю. А у меня в кармане всего 200 рублей. И я безработный просто болтался по Москве, по студиям. Записывался с Серовым, с крутым, в крутых студиях. И потом эта музыка, слух разошелся, и они начали меня искать. «Работай», говорит, тебе будет все. Вплоть до Большого театра. А меня фамилию свою напишешь на диске вот такими буквами, а у меня достаточно мелодии Вячеслава Добрынина маленькими буквами в уголочке диска. У тебя будет все. Я говорю, я подумаю три дня. Я подумал и сказал «Большое спасибо». Ну, у вас своя дорога, у меня своя. И вот я постоянно понимаю, что все время с одной стороны дьявол стоит, а с другой ангел-хранитель. И постоянно этот нашептывает «Ну, давай, сделай». Может быть, это лучше, а может быть, это предательство твоей судьбы и твоего предназначения на земле. А ангел-хранитель говорит «нет». Ну, вот, 91-й год, когда я должен был во Франции уже жить и все. Жить в Шато, как они сказали. У меня был прекрасный спонсор эти вот сверхзвуковые самолеты «Мираж». То есть это мой спонсор. И они уже хотели, чтобы я там остался. Они рвали билет. Это 91-й, разруха. Здесь уже Советский Союз лопнул. Я должен был там быть. А я говорю, не, мне в Одессу надо. В эту грязную немытую. Может, будет следующий сюжет нам объяснить некоторые моменты вашей жизни. А я сам не могу это объяснить. Давайте посмотрим следующий сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok Юрий Кузнецов для меня это сейчас родной человек. Как-то уже это 93-го года. Я старше намного. Ну, Юра, Юра себя играет, послушаем. Мы любили очень, когда он играл. И все. Вот. И когда мне Пинчук есть такой, Василий Пинчук, Вася, вдруг он говорит, ты знаешь, Юра тяжко заболел. В Одессе это неизлечимо, вообще это неизлечимо. Я пришла к Бочарову, я говорю, ну вот, мне обещали, что он будет живой и все, здоровый, а в Израиле вам никто ничего не обещал. Он говорит, ладно, напишите письмо от общественности, тогда я буду думать, как деньги доставать. Хотела это письмо, прибежала к Бочарову, говорю, вот письмо. Она говорит, а зачем мне твое письмо? Мне подписи нужны, и чем больше, тем лучше. Короче говоря, мы за три с половиной, за четыре часа мы собрали семьдесят пять подписей. На машине. Вся культурная Одесса расписалась, и очень много постарались сделать для того, чтобы помочь Юре. И мы собрали эти деньги. Мы написали этому цорнику, цорник зарезервировал место. Цорник его принял потрясающе. Вообще, отношение к нему было удивительное. Уже никто ни на что не рассчитывал. Ну, знаете, я еще верю в судьбу. Он не все сделал на этой земле, очевидно, если его Господь оставил на ней. Понимаете, он после этого еще сколько всего хорошего сделал. Ведь Юра никого не пропускает. Он каждому помогает. Он, может, и не понимает, но он ведь каждому помогает. Партнер проекту журнал «Босс». Юра, ну правда, ну правда. Валечка меня спасла тогда. Именно она бегала. Я ее один раз в жизни видел. Когда на дне рождения случайно забрел, она попросила мне что-то сыграть. Я сыграл пару вещей и больше не видел, а потом она бегала и спасала. Кстати, вот про то, что люди собираются всем миром и спасают здоровье. в Германии мне сказали «Вы самый богатый пациент нашей клиники». А там клиника как полчеремушек наших. Там на автобусе возят из одного отделения в другое в Гамбурге. Это в каком году было? В 93-м. Вот. И люди собирались. Ну, собирали средства. Мне из Сибири Юрий Саульский, композитор знаменитый, Союз композиторов России, там, СССР. В общем, там люди, на кого я рассчитывал, те не пришли. Многие ученики. А откуда-то просто как трава из асфальта. Совершенно незнакомые люди, которые приходили какие-то копейки. И я говорю, какое счастье жить у нас в стране и быть самым богатым пациентом клиники Эппендорф в Гамбурге. Потому что я единственный лежал за наличные. Потому что народ у нас собирает, до сих пор собирает, а мне волосы дыбом. До сих пор, когда дети и родителям некуда. Зарплаты не соответствуют, жизнь не соответствует. И все время люди добрые, помогите. Почему нет системы? Почему нет системы защиты? Почему в мире уже отработано, а мы сидим и сыночки тех, кто там, они защищены, они могут выехать куда угодно, никого не попросят. Потому что уже все взято, все уже здесь. Почему люди так живут? Почему мы сейчас собирали Татьяну Боеву? К сожалению, это не... Но, по крайней мере, это продлило ее жизнь и сделало последний уход ее действительно достойным, красивым. Сейчас музыкальная школа номер 15 будет носить имя Татьяны Боевой. То есть, все равно, конечно, жизнь идет, заканчивается, а если есть добрые дела, то, конечно... Ну, Юра, у вас очень много добрых дел. Действительно, правильно сказали люди, что вы настолько вот сегодня вообще лидер благотворительности, лидер всех вот этих добрых дел. И какое необходимость сделать дело, вы там будете первой стоять. Татьяне Боевой, мы собирали все миры, мы делали большую акцию. И очень много помогали. И это все из-за вашей энергетики. Меня искали, люди, которых я не знаю, которые не знают Татьяну Боеву. Люди бедные. Говорит, у меня двое детей, двое инвалидов, бабулечка. Говорит, я хочу помочь. Я говорю, да какой? Не надо. Она говорит, надо мне это. Я ее не знаю, эту Татьяну Боеву. Но судя по тому, что я видела по телевизору, она хороший человек. Просто хорошо, что мы живем, где есть люди сердечные. И я скажу, чем беднее, тем сердечнее. И очень часто, так сказать, люди, у которых есть большие возможности, остаются абсолютно глухими, потому что там за заборами, как правило, не слышно народного стона. как мне кажется. Юр, но тоже, наверное, не случайно в своей жизни, вот с такой драматургией вообще жизненной, вы в то же время стали однажды начальником управления культуры Одесской обладминистрации. Это тоже, наверное, какой-то шаг для того, чтобы осознать какие-то вещи. Вы уже были политиком, чиновником, вы могли влиять на процессы. Что дало вам вот этот опыт, что он дал вам? Вот он дал, во-первых, он усугубил мое понимание о месте культуры у нас в стране, о состоянии дел в культуре, об отношении к деятелям культуры, к артистам, к этим служакам, к этим скромным труженикам, которые рвут с сердца, выходят каждый день, получая крохи, не будучи защищенными. Я увидел этот бардак в районах, и причем это бардак не сегодняшнего дня. Эта культура разрушалась на протяжении всего Советского Союза. А потом это досталось мне, я потом по чурбану получал все время. А почему здесь вот это? Я говорю, я что, разрушил? Я только два месяца назад, три, пришел сюда, и вы мне уже даете по тылыце. Я говорю, здесь разрушалось сколько? Сколько пришлось слышать вещей таких страшных? Вот. И мне это, мне это дало во-первых, я увидел, что его была администрация, что я раньше как джазмен и скептик, понимая, что им до нас, они там, власть там, а мы тут. Власть и люди. Как будто власть не люди. Власть и люди, там власть, здесь люди. И я, когда вошел туда, я вдруг понял, что и там есть люди хорошие. Не все. Очень много крючкотвора, очень много сухих, которые уже омертвели, которые не реагируют на крики, но есть очень достаточное количество людей четких. Юр, ну вы как вот человек, революционер по жизни, очень смелый, очень чистолюбивый. Вот если бы все были полномочия у вас сделать все, что вы хотите для того, чтобы сделать пользу для сферы культуры, вот что бы вы сделали? Вообще сейчас бы, если бы позвали вас на этот пост, вы бы пошли? Не, я второй раз спасибо. Я подорвал здоровье окончательно за эти там полтора года. Ну что бы вы советовали? Что нужно сделать? Что нужно сделать для того, чтобы культура была? Ну, деньги надо. Деньги надо. Надо восстанавливать эти памятники, которые не мы построили, которые нам достались на шару. Вот эти замечательные памятники, когда даже оперный театр 25 лет не могли всем миром, включая президентов, там всех премьер-министров, ничего не двигалось. Еле-еле, я, кстати, застал уже последний этап, и все это, газ, проведение газа было у меня на голове. Юрий Анатольевич, проследите, прокладка газа, отопление в оперный театр. Я как раз на том участке был завершение работы оперного театра. Деньги нужны. А потом надо, чтобы во всех сферах культурного, так сказать, вот этой вертикали, руководства, были нормальные люди. Вот сейчас я очень доволен. Сейчас ребята работают, молодые ребята, как-то, как-то стараются, и хотелось бы, чтобы побольше было таких людей, неравнодушных, которые не высохли от этого парта работы, от переброски с кладбища на оперный театр, как было у нас. Много сегодня рядом нормальных, как вы говорите, людей, друзей? Ну, я говорю, друзья те, которые с детства. Все, очень много из моего класса уже на небесах, и единственный мальчик в школе, кроме меня, с первого класса, у Таисы Михайловны, вот той первой учительницы, которая говорила такие слова, вот, тоже этот мальчик ушел, Саша Зуев, и эти музыканты ушли с консерватории, это, это были те друзья, это не просто дружба, это была работа, это был поиск путей, открытием мира вместе с ними, поэтому я не знаю, как назвать. Есть люди, которые сейчас надежны. Интересно посмотреть, кто сегодня считает себя вашим другом? Интересно. Давайте посмотрим. Юрий Кузнецов у проекте Люды Бренды. Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемая публика! Сегодня у нас в гостях трио Владимира Чекасина. Юрий Кузнецов, Одесса! Я Юру так много лет знаю, мы из одной миски одной ложкой знаете, ели, пуд соли съели, уже практически родственник. У меня была такая ситуация, я очень серьезно и тяжело заболела. И человек, который брался меня лечить, ему не давали работать в Одессе, и для того, чтобы он тут остался и смог мне помочь, нужно было снять фильм о нем. Тогда это было очень сложно. И вот тогда я помню, Боже, первый был Юра, всех поднял. Юра написал музыку, и эта музыка шла за кадром, и я тогда это оценила. Я не могу восхищаться никакими его чертами характера. Юра противный, взбалмошный, вредный. Он все время кричит, он никому не дает сказать. Это невозможно. Но это подарок судьбы, дружба с Юрой Кузнецовым. Я этим горжусь. Вот представить себе Юру с грустным лицом, я не знаю, это очень нужно напрячься, чтобы вот такого какого-то хмурого Юру где-то увидеть. Как бы он себя не чувствовал, какое, может, внутри его не было настроения, всегда внешне он жизнерадостен. всегда внешне он весел, всегда в нем есть такая что-ли хулиганистая, может быть, в хорошем смысле слова черта, которая в нем с детства, которая может проявиться в том, как Юра будет сейчас бросаться с борта корабля, яхты, лодки и купаться в открытом море или как Юра будет импровизировать за роялем и это все его характер и этот характер всегда и в его музыкальных произведениях, и в его поведении. Я бы хотел ему сказать, что Юра, береги себя, ты нам всем нужен и без тебя, Юра, Одесса неполная. Поэтому смотри за своим здоровьем, не растрачивай себя по-пустому. и мне кажется, что еще главное его достижение в искусстве у него еще впереди. Еще главная музыка еще им не написана. Ну, я помню очень смешная ситуация, когда мы ехали в трамвае, мы как бы друг друга знали, но знакомы не были. А я тут говорю, Юра, слушай, вот представляешь, в одном трамвае вечером едут два гения. Вот, мы же должны на кадиллаках с тобой разъезжать, и мы бы так никогда не встретились, если бы разъезжали на кадиллаках. А вот так вот мы едем, как простые люди в трамвае. Так здорово, что нас вот судьба так сдвинула при помощи людей посторонних. Вот, и с этого как бы началась наша дружба. Но я знаю, что он всегда рядом, он существует в моей жизни, и это здорово. Это человек, который помогает, заставляет, подталкивает тебя творить. Это уже очень много. Мне очень нравится, что еще один фестиваль появился. Ну, появился давно, конечно, Юра сделал фестиваль джаза, причем, ну, это так, это уже мое эго, так говорит, потому что первый фестиваль как раз на мой день рождения, попал. Ну, и так примерно он каждый раз и происходит. Я так думаю, вот, это еще один подарок, который Юра мне лично подарил. Но не лично, я считаю, что это очень хороший подарок, дорогой подарок Одессе. Пересеклись впервые на джаз-фестивале Одесском. Мы тогда работали, мамины дети, малым составом, четыре человека, и были костюмированы в канатье, в кашкетах, пели на привозе, на брички нас туда везли, вот, среди рядов, среди продавщиц, торговок, ну, так, по-одесски, типа, по-старому. Он для меня настоящий товарищ, хороший человек, одессит, человек, который хлебнул за свою еще недолгую жизнь уже немало, который при этом остается человеком, не озлобил, не страшны мне ничуть расстояния, но куда не привел бы нас в путь, ты про первое в жизни свидание, и про первый рассвет не забудь. партнер проекту Валечка. Отлично вам композицию сыграл. Валечка. Да, и вот человек, который как бы не из мира музыки, он просто вот типаж, он не одессит, но я не представляю себя настоящего одессита, который был бы более одессит, чем он. И он, я говорю, не из мира музыки, а просто от Бога. От Бога вот такая вот широчайшая душа. Вы говорили, что фестиваль ваш джазовый рождался с привоза, с Валентина. Да. Да, ну в принципе да, потому что мы гоняли трамваи. А на каком трамвае вы с Барским ездите? А, я когда жил на Черемушках, а и он жил на Черемушках, значит, это был, по-моему, третий трамвай, который шел через весь город и мимо веселого квартала, там, где тюрьма. И вот там вот мы ездили. Вы уже на Кадилах или можно еще поймать вас на трамвае? Не, ну мы неплохие у нас машины, неплохие, не Кадилаки, ну надо ж, если бы не колеса, мы не смогли бы многого сделать и поэтому приходится на колесах. Но я говорю, я немножко скучаю по трамваям. Но мне бывает, когда колеса на ремонте, на СТУ, я не стараюсь поездить вот на маршрутках, посмотреть, как люди, иногда в ужасе, иногда посижу, в очереди к врачу, там, думаю, вот люди сидят, вот так они ездят на работу каждый раз, эти заторы, машины нетопленные. А пользуетесь успехом? Пропускают без очереди? Гаечники не останавливают? Нет, узнают. Даже на каких-то дальних автозаправках однажды уезжал в Крым на машине и так чуть-чуть приспустил так этот стекло и дают деньги. Он так смотрит, заправщик, где-то уже за городом. Он говорит, скажите, это не вы были начальником культуры нашей? Я говорю, да, молодец. Я говорю, откуда вы знаете? Да вот, интересуемся. И, знаешь, очень много на автозаправках. Вот именно ребята на Катрале там где-то на Котовского. В общем, в разных районах узнают, говорю, спасибо вам, сказал один. А я говорю, за что? Ну, вот по телевизору. Я говорю, откуда вы меня знаете? Да по телевизору. Я говорю, а что вам нравится по телевизору? Что я сделал? Он говорит, это я не помню. Я говорю, просто вот я видел, и вы что-то такое умное говорите, но я не помню, что. Помню, что что-то хорошее. Однажды мне однажды мне тоже на мойку приехал, на мойку, и они говорят, о, это вы, значит, Юрий Кузнецов? А, нет, я вас где-то видел. Я говорю, ну, наверное, по телевизору. А, да, по телевизору я. Ну, конечно, это фестиваль там или интервью. Да не, говорят, какую-то пивнуху открывали, вы там говорили, что там хорошая пивная. Ну, там многие артисты выступали. У каждого разное запоминание идет. Скажите, Юр, а вот с таким напором по успеху, по гастролям, по концертам, наверняка есть фанатки, запрыгивали на сцену. Вообще, как вы совмещаете это с личной жизнью? Как личная жизнь? Значит, давай разделим этот вопрос на две. Загрузки. Я, я сделал в своей жизни приблизительно, я думаю, процентов 10 того, что я должен был бы сделать, если бы я жил, может быть, в другой стране. Может быть, с другими возможностями, с другими финансами, с другой справедливостью. Справедливость. То есть потенциал еще огромный? потенциал у меня огромный. Я в это верю и знаю. Но это крохи, то, что я делаю, то, что удается здесь выкрутить, выкрутить и сделать. Здесь же все равно жизнь не благодаря, вопреки. Все равно мы живем в лесу законов, которые мешают нам жить. И нам приходится эти законы трактовать, как-то обходить. Все равно жизнь не очень приспособлена для искусства и красоты. А вот насчет второго. Если бы не было запрыгивания красивых девушек на сцену, наверное, не было бы и этих 10%. Потому что постоянное ощущение влюбленности, постоянное ощущение того, что что-то в тебе нравится. Я всю жизнь считал себя мягко говоря, некрасивым. Я о себе весьма скромного мнения. И постоянное внимание красивых женщин и знаменитых женщин меня, конечно, помогало в этой жизни. Потому что без этого взаимодействия наверное, много у Пушкина не было. Я сейчас не говорю о сравнениях. Много бы не было у Шопена, много не было бы у всех. тех, кто что-то творит. Поэтому было очень много стихов. Много на коленях во время концертов что-то писали. Но это были ранние годы, наверное. Вы как-то писали в одной из газет «Муза – это удел пацанов». Да, да. Где я писал? В одном журнале. «Муза – это удел пацанов». Когда я в каком-то журнале читала вашу цитатуру. Ну, может быть, да. Ну, конечно, больше это в юности. А что сегодня «Муза»? Кто или что сегодня? Ну, сейчас… Ну, во-первых, я должен сказать, что ничего, ничего на моем последнем этапе жизни я бы не сделал, если бы не Наташа, которая вошла в мою жизнь из Сибири, где-то приземлилась в Одессе, из Красноярска. И мы как-то случайно на киностудии познакомились. И так вот и тянем эту жизнь. И вот все, что сделано, это сделано… Я бы не сделал… Я не сделал бы… Это, да, моя жена. Последняя моя жена. Это друг, помощник, муза, любовь. Наташа – это кто? Ну, это невозможно разделить. Это комплекс такой, потому что… У нас в эфире сегодня комплекс. Давайте посмотрим его. Давайте. Ну, интересно. Мы познакомились на киностудии, на съемках кинокартины. Даже я помню название «Бремя больших ожиданий». Такое было название. Юрий писал там музыку, а я работала администратором. Он был тогда после болезни, не в самой своей лучшей форме. Вы знаете, я не могу даже вам сказать, каким он мне показался, потому что моя встреча с ним была подобна… Вот, знаете, как глаза в глаза удар молнии. Вот когда говорят, что вот там с первого взгляда что-то происходит, это вот было примерно так. Меньше всего говорили о музыке. Музыка не была предметом нашего обсуждения вообще. Мы говорили о философии, о йоге, об образе жизни, там, но как раз не о музыке. И Юра мне потом когда-то сказала, ты знаешь, ты одна из тех немногих женщин, которая влюбилась в меня не тогда, когда я был за роялью. Я не была его поклонницей. И я вообще не была поклонницей джаза. Ухаживая он очень активно. И его всегда было много рядом. То есть он тебе не давал опомниться и вообще подумать о чем-то. Так окутывал своим вниманием. Очень трогательно, что мы когда начали жить в коммунальной квартире, то есть у нас была комната в коммунальной квартире, и мне приходилось каждый день ходить на работу, а он вечером варил мне суп. Сейчас это практически представить себе невозможно. А тогда у него были такие порывы. Вот это вот так, как он меня добивался. Я этого забыть не могу на самом деле. Знаете, когда вот в этом ритме жизни ты бежишь и ссоришься, и тебя что-то раздражает. Вот я всегда возвращаюсь туда-назад, в эти коридоры киностудии, когда мы друг друга караулили, что вот он случайно пройдет, или я случайно пройду, чтобы друг друга увидеть просто. Когда ты начинаешь это вспоминать, и приходит это тепло. Миримся быстро. Это очень хорошо. И он отходчивый, и я отходчивый. Первый шаг 99% делает Юра. Я, как женщина, выжидаю этот момент. Понимание того, что мы друг для друга очень важны, и друг другу незаменимы, пришло не сразу. Сразу это была обычная влюбленность, и самое обычное желание, как у всех влюбленных, быть вместе. И когда мы начали, знаете, побеждать эту жизнь, и карабкаться, и выживать, и строить эту жизнь, ну, может быть, года два, как мы поняли, что... Что бы ни происходило, да, у него, что бы ни происходило у меня, как бы ни складывались наши отношения, все порой очень непросто. Порой просто, порой непросто. И, ну, мы поняли, что мы для друг друга очень большая опора в этой жизни. Мы, во-первых, мы очень большие друзья. То есть мы друг другу подадим всегда руку помощи в любой ситуации. Он вся моя жизнь. И я научилась ценить каждый его шаг, вздох, каждое его слово, каждое, какие-то его привычки милые, даже те, которые меня раздражали. Я, вы знаете, наверное, в этом году поняла только, насколько этот человек мне дорог, и как мне не хочется его обижать. Я, пожалуй, даже ему и не говорила, что он в моей жизни для меня все. Просто выслушай, не жалея, не осуждая, просто выслушай, как я сильно тебя люблю, что умру, если потеряю. Ты поймешь однажды, что ночь — это тот же день. Ты поймешь, что выше любовных признаний верность. Ты поймешь, что стремление ввысь удлиняет тень, что нельзя бросать тех, кто предан тебе безмерно. Какие теплые отношения, Юр. Мила, каждая спасла меня на определенном этапе жизни. И Мила, Мика, музыкант, потрясающий человек. Первая моя жена, мама Олечки. И второй человек в моей жизни, Лена, Ананева, которая ездила со мной в Германию и спасала меня. Я очень благодарен. К сожалению, не всегда получается, что отношения такие, как хотелось бы. Иногда получается эти отношения продлить. Иногда нет. Но я каждый день живу этими мыслями и благодарностью. В эфире, в телевидении можете передать любой посыл. Я, Микочка, ну, мы с Микой общаемся. Но все равно, Микочка, я благодарю тебя за жизнь, за Олю, что я знал такую Олю и тебя. Леночка, я тебя благодарю за то, что вытащила с того света. И Наташенька, спасибо, что сделала Клуб Высокой Музыки, фестиваль. И меня нового, вот последнего, которого вы знаете, сделала Наташа. Конечно, я великий грешник. И Наташа многого не сказала. Мне приятно слышать, что я большой друг, но я большая сволочь. Наверное, тоже можно было бы сказать. Потому что я не очень постоянный. Я по жизни, вот, как, ну, я всегда сравнивался. Когда пытался оправдать свою жизнь, я говорил, ну, я же ветер. А ветер можно загнать, вот, в какой-то кубик, и чтобы он там сидел. Если ветер остановить, ветер остановится. Поэтому, конечно, я вольно и невольно делал больно всем. И иногда раны затягиваются. Ну, делали им не больно. Вот. Раны иногда затягиваются, иногда не очень. Но у нас какая-то такая передача, как сказал Саша Мордань, что меня трудно увидеть, постараться грустным. Нет, я на самом деле очень грустный человек. Я просто, когда вижу людей, я понимаю, что я должен рассказать кучу анекдотов. Они должны ржать до упаду. И им должно быть весело. И я вместе с ними веселюсь. Но мне далеко не весело. Я как-то со стороны смотрю театр веселого. Какой-то веселый театр. Все смеются, улыбаются. Я знаю, что им хорошо со мной. Но я остаюсь наедине таким, как сейчас, когда наедине с жизнью. Спасибо вам. Потому что я эти фотографии практически, если даже видел, когда-то, может, 20 лет назад. А потом, когда я себя увидел в программе Ворошилова «Что, где, когда?», это моя, наверное, первая запись в живьем. Это 86-й год. Как раз год смерти моей мамы. И год смерти Саши Кучеревского только похоронил. И вот мы с Владимиром Чекасиным. Мне очень приятно, что этот великий человек пришел на наш концерт с Чекасиным в Москве. А потом сказал, я хочу, чтобы ваша живая музыка сопровождала эту передачу. Тогда Демис Руссус выступал. И вообще, конечно, это потрясающе. Нам тоже хочется сказать спасибо вашей жене, Наташе. Потому что все, что мы сегодня приготовили вам как сюрприз, это ее рок-дел. Она во всем нам помогала. Да, тем более, что я уезжал в это время. А последняя страничка, я сейчас работаю. Вот тоже музыка какая. У нас еще одна есть страничка. Я думаю, это страничка в будущее. Давайте посмотрим еще один сюжет. Давайте. Итак, у нас еще один сюжет. Юрий Кузнецов у проекте «Люды бренды». Вот от Юры я именно узнала, что музыка, она может быть свободной, что можно садиться за инструмент и вообще не знать, что ты будешь играть. И когда рождается каждая нота у тебя из твоего чувства. И вот каким-то так образом получилось, что он меня научил писать стихи. Почему на свете нет города, где не страшно ночами лунными, где не нужно быть сильной и гордой, рассудительной, остроумной? Сейчас у нас совместный проект. Мы уже были на джазовом фестивале в Коктебеле на юбилейном. И получается, что на мои стихи Юра импровизирует на сцене. И один продюсер из России, он очень удивился. Он говорит, я первый раз вижу, чтобы пианист играл не по нотам, а по стихам. Я думаю, что в его методике преподавания самое главное место занимает личное общение. И скорее даже психология какая-то, очень глубокая психология раскрепощения. В основном мы с ним как бы музицировали, можно сказать. Мы музицировали, и каждое занятие это было новое впечатление, новые эмоции. Самая его важная черта, то, что он молодых музыкантов направляет на правильную дорогу. То есть он дает возможность выступить на джазовом фестивале. Он дает возможность выступить в каком-то, в интересных концертах. Я участвовала в конкурсе «Пушкин в Одессе», который проходит каждый год у нас фестиваль. Там нужно было написать стих «Князю Украины не мешает» и продолжить эту строчку. И мне настолько было это трудно сделать, что я просто уже плюнула и сказала, «Нет, я не буду ничего делать, не надо мне этот конкурс, и вообще ничего не хочу». Он меня за эту строчку каждый день, ты когда напишешь ее, ты уже написала, ты уже сделала. Меня это настолько раздражало. Но в итоге он таки добился своего. То есть он меня довел до такого состояния, что я просто психанула и решила на зло ему все-таки написать этот стих. Я таки этот конкурс выиграла. И мы с ним поехали благодаря вот призу этого конкурса на Бали, на международный фестиваль литературный, в котором 45 стран участвуют со всего мира представлять Украину, вот украинскую поэзию. Делали вместе с ним совместные проекты, с ним, с его участием. С Хаману Кианом тоже был проект у нас. Мы играли в филармонию, выступали два фортепиано. Татьяна Боева еще тогда была с нами. Вот по поводу разногласий, он очень легко соглашается и очень легко зажигается. Я увлекаюсь спортивным туризмом, хожу в горы с рюкзаком. И когда мы с ним познакомились, я начала рассказывать, вот мы ходим с палаткой, с костром, это так хорошо, там рюкзак 20 килограмм. Он так, о боже, что это ужас. Ну что вы думаете, через три месяца он уже пошел в горы с рюкзаком, с палаткой и с костром. А через еще четыре месяца он вообще пошел с маленькой группой и нес рюкзак там чуть ли не по 30 килограмм и 7 дней в лесу. Потом он поплыл на байдарках 120 километров по Южному Бугу вручную на веслах. Проплыть вот так вот самостоятельно, тоже неделю плыть, такой огромный километраж, казалось бы, зачем это надо. А потом приехал, насколько вот человек рискует, да, и уверен в себе. Он приехал в 4 утра, а в 6 вечера у него уже был фестиваль, и он озвучивал фильм. Кавовый партнер с Италией – Сэди Коффи. Как я и говорила, Юра, даешь дорогу ученикам, нужна школа Юрия Кузнецова. Вот Саша Велич, да, вот Саша, действительно, но продюсер нашего проекта – это Наташа. Потому что Наташа разглядела, вернее, я разглядел поэта, она совсем не поэт, она психолог, она преподаватель, она преподавала, там преподает в юридической академии, и, по-моему, там в аспирантуре по психологии. В общем, знаний много, но поэзия меня тронула, а Наташа увидела и говорит, так, делаем это, это. Сейчас едем в Минск, едем в Москву, в центральные концертные залы. Правильно, даешь, даешь больше учеников. Юра, ну мы вам желаем и много учеников в жизни, последователей, чтобы эти все вещи продолжались, бурлили, чтобы начало карьеры только было началом сейчас. А в конце нашей программы мы хотим эту серьезную, настоящую, я так думаю, историю, которую впервые вы поведали миру, вот в нашей программе настоящую историю. Спасибо вам за это, потому что это потрясение то, что я сегодня испытал, я думал, что я все знаю о своей жизни, ну и о своих друзьях, действительно, мои ученики, друзья, это моя жизнь. Мы с учеников начали, что я многих, что я многих ученикам вывел их в жизнь и дал им сломаться. И мы желаем вам, чтобы вы в будущем вот эту именно деятельность продолжали, потому что Одессе нужна такая кровь, нужен такой вот дух свободы. Я хочу школу свою. Юра, в конце у нас еще не все сюрпризы, у нас еще короткий, все-таки с вами ассоциативный портрет, и у нас портрет будет художественный. Как вы видите, у нас в студии есть Елена Ильичева, которая все это время рисовала ваши наброски, и мы тоже сейчас их посмотрим. Итак, у нас минута последнего, финального, быстрые ответы на быстрые вопросы. Можно я про это скажу? Нельзя пока. Итак, у нас быстрый ассоциативный портрет Юрия Кузнецова. Это для меня трудно, быстро. Итак, теперь я точно знаю, в жизни главное... Я не умею быстро отвечать, но сейчас скажу, в жизни главное не предавать себя. Свой путь, свой путь. А уже сюда, что хотите? Моя Родина. Моя Родина, это моя боль. Я считаю, что Украине нужен... Боже в луч света, в темном царстве. Я ощущаю свободу, когда... Когда выхожу на сцену. Джаз это? Джаз это... Джаз это... Наркотик, возбудитель, какой-то... Энергетик. Энергетик. Энергайзер и повод, повод говорить с миром. Я расскажу вам, откуда берется музыка. Я не знаю продолжение. Я расскажу вам, здесь уже все, по-моему, сказали. Я расскажу вам, откуда берется музыка. Откуда? Откуда? А, с какого места? Ну, видимо, так. Сейчас. Откуда же она берется? Вроде бы через ушки, вроде бы через глазки, вроде через носик. Ибо аромат тоже музыка. Но я скажу так. Музыка берется от любви, от секса, от влюбленности, от постоянного тяготения инь и янь, темного и светлого, мужчины и женщины. Мой любимый мультипликационный герой? Винни-Пух, видимо. Чего я не знаю, ну, он похож на меня иногда в некоторые периоды моей жизни, когда я был. И секрет успеха от Юрия Кузнецова? Не бояться. Ничего никогда не бояться. И не лениться, может быть так. Дорогие телезрители, не бояться. Вот такой финал нам дает Юрий Кузнецов и заряжает на своей энергетикой джаза. Я думаю, что с ним джаз жил, джаз жив и джаз будет жить. Поэтому мы очень благодарим сегодня вам за откровения в нашей программе. Все зрители будут счастливы это все услышать. Мы дарим вам вот такой вот подарок, как изысканная сорта кофе для самых уважаемых и заслуженных людей. И мы дарим вам эскизы, которые подготовила вам Леночка Личева. Давайте на них посмотрим. Я возле этого памятника был. Это, по-моему, время. Свою школу. Я хочу. Что? Свою школу. А, да, я хочу. А вот самое еще, самый главный рисунок следующий. Это ваш ненарисованный, мною несыгранный. Вот, наверное, вот мечта художника. Всегда чистый лист и всегда новая. Я вам желаю успехов. Огромное спасибо, потому что действительно это... Но насчет шляпы. Шляпа мне никогда не шла. Я как дурачок ходил по городу. Еще все впереди. Но здесь мне идет шляпа. А мы заканчиваем на этой оптимистичной ноте. Спасибо большое. С рисунками. Мы дарим вам их. Спасибо. Ага, видишь как? Я танцую как будто. Я как будто танцую. А в принципе, я за инструментом танцую. Отлично. О, вот он. Вот он, что инструмент.